доброй ночи дорогие друзья ночь тишина дети спят лишь в печи потрескивает огонь сегодня хочу ответить на вопрос который пришел в интернете по поводу ограничивающих убеждений как их найти как эффективно удалить на самом деле важная тема по сути дела та же самая психотерапия при этом все ограничивающие убеждения зачем их искать по сути дела это то что вовлекает нас в игру под названием жизнь и это то что причиняет нам боль страдания и это то что ограничивает наш доступ к информации в информационном поле чем больше места на дисковом пространстве тем больше возможность дешифровывать информацию тем больше возможно взаимодействовать с божественным от которого нас никто никогда не отключал поэтому если вы услышите что вас кто-то через инициацию будет подключать к хроникам акаши энергоинформационному полю позволит вам взять какие-то супер пупер доступа и так далее это все развод никто никогда нас ниоткуда не отключал кроме нас самих за счет той ерунды которая хранится у нас на дисковом пространстве тех ограничивающих убеждений законов правил привычек инстинктов и так далее там постарались все и неокортекс олимпический мозг и рептильный так что же такое надо делать чтобы замечать где живут в нашем теле ограничивающие убеждения первая главная самая практика я называю резонансной техникой то есть в любой жизненной ситуации где бы мы не находились если у нас возникает внутри резонанс то есть мы реагируем по-другому реакция мы реагируем на что-то неважно положительно или отрицательно значит у нас есть на эту тему какая-то рамка до неважно положительная на данный момент или отрицательная просто она есть есть какая-то программа через резонанс мы ее можем выявить что такое этот резонанс например вы идете по улице и кто-то гневно выругался матом вот вы знаете у человека у которого нету ограничивающих убеждений на тему секса более того секс в жизни есть те вообще никак не среагирует на мат а те люди у которых есть проблемы с сексом они обязательно осудят включится и так далее резонансные моменты возникают только тогда когда есть внутри программа дальше нам ее надо идентифицировать вот мы уже заметили что мы включились в игру мы срезонировали неважно это будет теща свекровь муж дети там работа начальник ситуации море мы включились мы уже вне себя мы уже в не спокойствие мы уже в игре что делаем техник дальше очень много вот поверьте мы все настолько уникальны мы все настолько уникальны что каждого человека будет своя техника поэтому я сразу оговорюсь я дам сегодня одну до получится она у вас не получится она у вас она достаточно такая с одной стороны простая с другой стороны предполагает что уже у вас есть какой-то практический опыт работы до над собой дело в том что для того чтобы дальше подобрать для себя технику надо обладать какой-то базой как я говорю выходить на семинары или на обучающие программы критическую массу да то есть пройти какую-то для каждого это будет своя какая-то база чтобы было где даются разные инструментарии чтобы инструментарий были действительно различны что были инструментарии и по энергетике были инструментарии и и по коучингу обязательно по разговорному жанру что-то из области гипноза самогипноза что-то из области из области и из области не важно желательно чтобы там прит ditz присутствовали 10 сейт психологи сенсейт технологии то есть сверхчувственной технологии потому что если вы не умеете чувствовать то все остальное но грош цена то здесь дальше мы можем очень многое придумывать потому что через сверхчувственное восприятие, мы открываем, то есть, что такое сверхчувственное, да, то есть мы расширяем наш диапазон восприятия по визуальному, аудиальному, тактильному, вкусовому и, что у нас там еще, запаховому каналу, да. Более того, мы учимся фиксировать образное мышление у себя в голове, да, так называемое видение. И понимаете, когда вот это все идет, это, как правило, идет на экстрасенсорных техниках. Если вы придете изучать там какие-то технологии по классическим вариантам, многое можно упустить, но у каждого человека выбор, главное займитесь собой, да, а остальное Бог подскажет, куда он дальше топать, куда он дальше идти и что делать. Итак, критическую массу практик все равно набрать надо. Как вы ее наберете, это ваша трудность. Сегодня я предлагаю технику на отработку взять такую. Первая базовая техника, которую я давала для всех, это радикальное прощение, да, только не в варианте анкет, хотя он тоже пригоден, как по Колину Типпингу, а в варианте написать письмо человеку, на которую пошел резонанс, в виде, один раз вы понимаете, что он будет жить долго и счастливо, еще много-много лет, одно письмо, второе письмо, походив полчаса, написать этому же человеку, представляя, что он через 30 минут умрет. То есть он уже стоит перед смертным адромом и дальше будет покойником. И вы высказываете этому человеку все, что хотите. Вы выписываете это на бумагу, выписываете все эмоции, всю боль, весь резонанс, который у вас произошел. Боль – это тоже резонанс. Чувство вины, чувство обиды, чувство негатива, какие-то чувства… Мне сейчас трудно говорить, потому что я нахожусь в состоянии достаточно такого сильного торможения и покоя. Но в любом случае вас захлестывают какие-то чувства, которые вызывают, как правило, болевые ощущения. Вот тогда вы выписываете их на бумагу и после этого ее ритуально сжигаете. Одно письмо и второе. При этом перед тем, как сжечь, вы обращаетесь к огню. Можете поджечь одновременно обратиться к огню и говорите. Энергия огня, стихия огня. Верни, пожалуйста, мою энергию мне, энергию других участников, им. Здесь и сейчас. И чувствуйте, как она к вам возвращается. Ну вот весь ритуал по радикальному прощению. Я вам его напомнила. В упрощенном варианте. Я сегодня предлагаю другую технику. Например, вы включились в какую-то неосознанную игру. Ну вот вариант. Уходит муж или уходит жена. Идет развод. Дележка имущества. Больно. Вот просто. Кранты. Тогда, кроме радикального прощения, я предлагаю делать параллельно еще одну технику, которая будет производиться каким образом. Когда у вас включается боль, у вас включается резонанс, вы четко в теле находите, где это место дислоцируется. Если это несколько мест, вы в медитации садитесь, погружаетесь в себя и объединяете эти места в одно. Где-то, где-то, где вы предполагаете, что есть отклик. Но, как правило, вот это доминантное место, оно будет фонить, и вы будете чувствовать, что болит в области сердца, или там подложечка, или, 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 или. И там обнаруживается, вот вы чувствуете, дальше углубляетесь в это чувство, и вы чувствуете, дальше визуализируете и переводите в материальный мир, как выглядит то место, где сейчас дислоцируется боль и резонанс. Вы можете представить, что это камень, кирпич, металл такой-то формы, такого-то размера, так-то пахнет, такой-то на вкус. То есть вы полностью привязываете его к материальной реальности. Мы включаем наш рептильный мозг. После этого вы садитесь, расслабляетесь в медитации. И желательно точку внимания перенести в центр головы. Да, сперва во лбу подержать, несколько минут, потом перенести в центр головы. Зачем центр головы? Там рождается наша система образов. Мы будем работать с образами. Мы пойдем в регресс. После этого мы представляем этот блок. Мы его уже писали, привязали к материальному миру. Эту боль, эту травму. И мы входим туда сознанием. Мы входим туда сознанием. Наступает момент какого-то зависания кратковременного. И после этого перед вами появляются картины. Эти картины многие обязательно кричат, что это точно ваша прошлая жизнь. Мы ушли в регрессивный гипноз. Самогипноз. Умники могут сказать, что это точно ваша жизнь. Прошлое. Там, предыдущая инкарнация. Понимаете, так говорить, на мой взгляд, некорректно. Потому что в данном случае наша психика будет выдавать образ под психотравму. То есть травмирующая ситуация есть однозначно. И под эту травмирующую ситуацию будет сформирован образ, который наиболее конкретно донесет вам, что вам надо осознать, какая вторичная выгода у вас от этой ситуации. И таким образом, погружаясь и видя определенные образы, вы чувствуете все, что происходило там. И задайте себе в этот момент решение. Какое решение я приняла в этой ситуации? Или принял? И вам точно в голову придет это решение. После этого надо самому себе честно сказать. Я осознаю и признаю, что тогда-то я приняла это решение. Я осознаю и признаю все последствия этого решения. И все последствия после того, как я его отменю. Я отменяю данное решение. Вы можете заменить его другим решением. Вы можете просто отменить. После этого надо сделать обязательно какое-то физическое действие. Например, потянуться. Зафиксировать в теле. Мы прогоняем технику через тело. После этого вы снова возвращаетесь вниманием к своему телу и туда. Проходите вниманием по телу. И что вы чувствуете? Какой ресурс в это время пошел? Как правило, идет какое-то облегчение, наполнение энергии, какой-то силовой потенциал. Чувство любви, чувство радости и так далее. Все равно это будет какая-то положительная составляющая. И если вы это прочувствовали, вы говорите. Я осознаю и признаю данный ресурс. И встраиваю его в свою текущую жизнь. Все. Я говорю простыми словами. Я прошу не записывать эти формулировки, что я говорю. Это от себя тяну. На самом деле вы говорите то, что вам приходит в голову. Главное – осознать и признать, что вы приняли решение. Осознать и признать все последствия, которым оно привело. Осознать и признать его отмену. И потом точно так же осознать и признать и встроить высвободившийся ресурс. После того, как вы встроили к себе ресурс, опять фиксируйте это подтягиванием или каким-то телесным упражнением. После этого вы вниманием возвращаетесь опять в эту же ситуацию. И смотрите, как изменилась картина там. Когда вы видите, что картина разруливается, вы вниманием возвращаетесь в свое физическое тело. Сейчас. Здесь и сейчас. И наблюдайте, как растворяется этот блок. Он, как правило, когда вы уделяете ему внимание и изъяли его подноготную вторичную выгоду, травму, ресурс, закрыли это дело. Он растворяется. И после того, как он растворился и ничего не осталось, вы возвращаетесь в момент 10 часов. Открываете глаза. И вам полегчало. Это примитивная техника. Но вы понимаете, что она требует, во-первых, умения концентрировать внимание. Во-вторых, умение видеть образы. Идти в регрессивный гипноз самостоятельно. В-третьих, сохранять осознанность в этих состояниях. Потому что это уже достаточно нормальные такие глубинные трансовые состояния. Хотя не очень глубокие. Это альфа-ритм в мозга. Дело в том, что образы у нас рождаются в мозге в диапазоне 11-12 Гц. Это не тета. Если у вас есть образы в тета, вы сами себя обманываете. Потому что в тета образов нет. Но в тета есть психотерапия. И тогда с вами должен работать другой человек. Там информация будет идти как знание. Вот, наверное, и все. Если вы занимаетесь какими-то практиками по саморазвитию, эта техника вам действительно пригодится. Потому что, когда вы входите и подключаетесь к информационному полю, и четко понимаете, что вы лоткнулись в свою травматику, и идет искажение информации через призму вашего восприятия, то вот эта техника подходит фактически идеально. Есть еще одна по разделению программ, которая необходима. Потому что у нас очень много слепленных программ, слепленных убеждений. Но это уже не сегодняшний ролик. И я все-таки за то, чтобы вот эти техники человеку помогал второй человек. То есть, чтобы это шло в режиме не само-гипноза, а в режиме гипноза. Или в трансе. А не в каких-то саморегулятивных моментах. Но, в принципе, бывает по-разному. Я много чего сама у себя выключаю, прорабатываю, удаляю и так далее. И еще один момент, на который хочу обратить внимание. Чем больше вы удалите, тем больше вы начнете видеть, осознавать. Тем дальше будет двигаться ваша точка сборки восприятия. Тем интереснее будет ваша жизнь. И тем больше вы сможете своим сознанием включаться в то, чтобы влиять на ту материальную действительность, которую вы считаете объективной. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok